Телебачение было вольным, телебачение было соправданным, телебачение было текавым. Основный контингент радио страшно не любил, это все озирались, на нас все глядели. Вдруг появляется Марцев и начинает подбирать на улице действительно классных журналистов. Вот этот формат сделать звезду и журналиста, и чтобы читатель хотел к этому клубу примкнуть. Мы играли как раз на рынке, который не был для нас рынком и которым не было правил. И что белорусское телебачение, вы доехали, это все унфи. Тем более, что это говорили люди крайне глупые, во главе с Булацким, по-моему его фамилия. Вечно такой был, у меня было ощущение, что он всегда с похмелья. Я знаю, что в 99-м году на него готовилось покушение, и он практически на полгода просто исчез с радаров. Существование Тубая и онлайнера, но оно, мне кажется, скорее было вопреки обстоятельствам. Я выхожу из редакции и я просто вижу огромную толпу людей, которые на столах шьют эти снеговички. Онлайнер не был пыхливым, не понял. Ты шукаешь девушину, которую ты бачишь в автобусе, ты можешь с этим прийти на онлайнер. Тогда у меня щелкнуло, что это какая-то консолидация общества, и у меня такое, ну, же ли это сделали мы? Ну, так оно, в общем-то, получилось. Это сделали мы. И когда мы выжили с 1991 года до 2020-2022 года, это означает, что мы выжили на завжды, мы будем жить вечно.